МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а теперь будем разбираться, у какого же застройщика вообще можно приобретать квартиру. Тема этого выпуска – как отличить надежного застройщика от опасного. И сегодня тот редкий случай, когда я вам могу прямо в первом совете, что называется, сдать сразу все адреса, явки и пароли. Итак, запоминайте, сайт «Единый ресурс застройщиков» он называется. Это крупнейшая база всех новостроек России. Причем здесь собрана не только информация о компаниях и их работе, здесь еще и оценки им выставляют по пятибалльной шкале. И эта оценка не из разряда средняя по отзывам. Эта оценка говорит о том, насколько компания соблюдает сроки ввода жилья, о которых она изначально говорила и которые декларировала. Если посмотреть на красноярский рейтинг, здесь оценки, ой, как отличаются. Есть абсолютные отличники с твердой пятеркой, но есть такие компании, у которых, несмотря на количество объектов, оценка весьма низкая, например, всего полбалла. И очень много о надежности застройщика скажет то, как он реагирует на ваши просьбы. Например, на просьбу заранее предоставить все документы. Надежного, хорошего застройщика это никогда не испугает. Ну и документы тоже проверяем внимательно. Смотрим в первую очередь разрешение на строительство и документы на земельный участок. Это очень важно. Ну и, конечно, сроки в документе мы тоже смотрим отдельно, перепроверяем. Сейчас у меня в руках документы на новую двушку в образцовом. Приятно держать такие бумаги в руках. Но еще приятнее, что все, что я здесь вижу, совпадает с тем, что видно на месте. Абсолютно все данные сходятся. Особенно приятно, что это сходится еще и с обещаниями менеджера. Договор проверили. Теперь отправляемся проверять данные дальше. Теперь уже на официальном государственном портале. Запоминайте, называется он нашдом.рф. Открываете эту ссылку, увидите все данные от всех строительных компаний. Они просто обязаны их передавать сюда, на этот ресурс. И сравниваете дальше все, что видите на примере реального дома. Предупреждаю, сайт этот государственный. Подвисает он часто, регулярно и заметно. Наверное, получится на него зайти у вас не с первой попытки, как у меня. Но, тем не менее, это доступно. А информация здесь самая полная. О том, когда начали и когда закончили строить дом. Какая высота потолков в каждой квартире. Сколько квартир на этаже. Ну и одно из самых главных. Какие материалы на самом деле использовались при строительстве. Все это проверяете. Я сегодня эту проверку делаю на примере дома взлетная 7. И все, что я вижу сейчас по документам, все совпадает с реальностью. И последняя фишка. Вам уже не от риэлторов, а от журналистов. Если вы хотите узнать, хороша ли на самом деле репутация у застройщика. Зайдите в любой поисковик. Найдите там вкладку новости. И в поисковой строке напишите название компании, которая вас интересует. Если компания застройщик это надежная, солидная, крупная. Вы увидите сплошь сообщение о том, что она попадала в разные рейтинги. У них были хорошие объекты. Они получали какие-нибудь премии. Но если компания скандальная и ненадежная, то вы здесь как раз увидите сообщение о незаконченных объектах и недовольных клиентах. Если у вас есть еще какие-то советы, пишите под этой серией на YouTube. Будем вместе обсуждать, чтобы советов на квадратный метр было еще больше. Увидимся.